Всем привет! Вы на канале DaynaLife и сегодня будет очень нужное видео, которое важно посмотреть всем курьерам и таксистам, которые работают в Польше. В общем, примерно в 21 году у нее европейская занялась тем, что планируют сделать то, что работа через любую платформу должна быть строго по регламенту в плане, ну как на простой работе. В общем, сейчас я коротко по списку прочту, чем это чревато и потом расскажу, как с этим пытаются бороться крупные партнеры, что они затеяли и какая нужна ваша помощь. Так, все ссылки на материалы я оставлю внизу и на этот материал в том числе, который я сейчас буду читать. Фиксированное рабочее время. То есть это то, что вы должны будете работать в определенный график. То есть если у вас будет график с понедельника по пятницу, вы работаете с понедельника по пятницу, например, в такси. Без возможности работать в субботу-воскресенье, когда, например, там какой-то праздник, футбол, концерт или еще что-то. Вы вынуждены будете работать именно в то время, когда вам скажут. То же самое касается ваших личных дел. То есть много кто идет в такси, в доставку для того, чтобы совмещать с чем-то. Например, с ребенком для того, чтобы отвезти в садик. Либо у вас попутно есть какое-то дело. Еще чем-то занимаетесь. Работая вот по той схеме, которую предлагает уния европейская, у вас не получится. Вам придется работать в четко обусловленный график, который вам выставит, не знаю, там партнер или ваш там супервайзер, керовник. Я не знаю, что будет в будущем. И вы вынуждены будете в этот график обязательно отработать. Отсутствие гибкости и ограничения рабочего времени. Это вообще максимальная проблема, потому что там в теории будет максимум 160 часов. Переработки, если и будут, то окей, плюс 20 часов, 180. Кто работает в такси и в доставке, не дадут соврать, что этого графика для такой работы реально мало. Тем более в такси, когда вы работаете на аренде. Если вы думаете, что ой, уния европейская сделает так, что там будет все намного лучше. Нет, вы ошибаетесь. Вам просто будут выдавать автомобиль, вы будете выполнять заказы, вы будете получать свою ставку в час. И она будет далеко не такая большая, как вам кажется. То есть делают там в районе 20-21 злотый и всего самого наилучшего. 8 часов в день и ничего не волнует. Потому что партнер и фирма обязаны будут следовать законодательству. То есть образно, если там вдруг в будущем планируют вести 4-дневную рабочую неделю, скорее всего это скажется и на такси. Что вы сможете оплатить и позволить себе, работая там на 21 злотый в час 4 дня в неделю, там по 10 часов. Немного. Поэтому для такси и для доставки очень важно побольше часов, чтобы была возможность больше получить. Да, по этому закону у вас появится отпуск. Супер. Он будет регламентированный. То есть, например, если будет какой-то праздник, Новый год, либо там ваш день рождения. Не важно, вас поставили туда, вы работаете без возможности это как-то изменить. Да, возможно, там получится договориться, но в любом случае это не будет так просто, как сейчас. По этой новой схеме вы будете работать так, как вам скажут. И ничего с этим сделать нельзя будет. В принципе, это то, что я говорил выше, но и заработная плата. За счет того, что будет урезание рабочих часов. За счет того, что вы обязаны будете идти в отпуск. За счет того, что вы обязаны будете платить все налоги, которые сейчас немножечко мы можем сократить. Заработная плата у вас будет ощутимо меньше. Если вы думаете о том, что наконец-то нагнут партнеров туда-сюда, будет все супер. Нет, это так не будет. Потому что в любом случае партнеры, скорее всего, будут. Не все могут открыть ЕДГ, как украинцы и некоторые белорусы. То есть люди все равно захотят работать. Поэтому партнеры будут все так же набирать людей на машину, садить их на ставку, будут платить полноценные налоги. Суммарно у них доход не снизится. Просто это все ляжет на плечи водил курьеров и вы вынуждены будете это делать. Если вы думаете, что ЕДГ вам поможет для того, что вы вот ее откроете. Там сейчас один партнер во вродстве это разгоняет. Что он такой молодец, за вас возьмется. Что он поможет открыть ЕДГ, что вы будете работать сами на себя. Если перейдет вот все вот такую схему, как хочет Уния Европейская, то без своего автомобиля у вас ничего не получится. Потому что у вас будет определенный фиксированный доход и вы не сможете ничего сделать с тем, что вам нужно арендовать машину. Поэтому ЕДГ это не панацея. Те там, кто рассказывает во Врославе, как бы, они просто хотят сейчас, скорее всего, к себе заманить побольше водил. И в надежде на то, что у них что-то получится. Но они не думают наперед. По поводу фиксированной по часовой ставке я говорил, ну и снижение выплаты. Это стопудово. Потому что, вот образно, когда я говорю, что нужно ЗУС платить такое-то количество, это не имеется в виду, что это чисто один налог ЗУС. Вы можете проверить вообще, какие налоги платятся за любого сотрудника, который работает в Польше. То есть вы просто в Google поисковике вбейте, ради интереса, там калькулятор заработной платы Польши. И посмотрите, сколько там на самом деле налогов. То есть вы там вбейте бруто 5000 злотых и там 1600, по-моему, на данный момент уйдет просто вот на разные налоги. По-моему, там 6 направлений вместе с ЗУСом. То есть это все, если вот пройдет то, что хочет Уния Европейская, если это все пройдет, вы обязаны будете это платить. Хотя сейчас есть возможность как бы эти все вещи немножечко снизить. К сожалению, я не могу полностью все рассказывать. Но кто работает в такси-доставке, вы в курсе. Теперь после того, как я рассказал, чем это чревато, я расскажу, что вообще происходит. Все ссылки на материалы, на анкету я оставлю внизу. В общем, крупные польские партнеры, Этернис, Натвиол, Киви, там остальные, объединились с целью того, чтобы этого не допустить. Потому что на круг это плохо будет всем. То есть там бюрократия добавится, у нас тоже будут проблемы с деньгами. Плюс вход будет намного сложнее. Не будет так легко, что там создал аккаунт, короче, и полетел. Нет, вход будет намного сложнее, и это чревато проблемами как бы для обеих сторон, и для партнеров, и для нас. С начала этого года партнеры, о которых я сказал, стараются форсить и делать все для того, чтобы не допустить продвижения вот этого закона. В данный момент они сделали специальную анкету. Потратьте 5, там буквально 7 минут вашего времени на то, чтобы ее заполнить. Она полностью анонимная. Когда соберется определенное количество подписей, нужно на данный момент минимум 1000, но чем больше, тем лучше. И после 11 декабря они попытаются это все форсить через СМИ, через юриста, в общем, всячески пытаться протолкнуть, чтобы ситуация, какая была, такой и осталась. Скорее всего, вы уже косвенно так или иначе слышали о том, что это пытается прикрыть. Крупные партнеры, польские, пытаются этого не допустить. То есть не украинские, не там белорусские, не грузинские, польские. То есть вы должны понимать, что это и с чем это. Поэтому, пожалуйста, вот это видео распространите всем, кто работал, работает или будет работать в такси или в доставке. Для того, чтобы в начале 25 года не пришли кардинальные перемены, которые погубно скажутся на нашей с вами работе. Еще раз напомню, что все ссылки будут прикреплены внизу с пруфами, с сайтов новостных, плюс сама анкета тоже будет внизу прикреплена. Пожалуйста, потратьте ваше время для того, чтобы не допустить вот таких вот плохих изменений. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Спасибо.